Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 82. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 2 марта 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записана им в своем дневнике 2 марта 2017 года в день отречения от престола. Ну и задают иногда вопросы. Ну, где больше всего это? Там, где за свою жалкую жизнешку человек трясется. Он пойдет на все измены. Это жития святых, об этом говорят. Не трясись, все равно умрешь. Ну, прямо даже сказать нельзя. Чуть-чуть уже все к врачам, таблетки глотать, куда-то переехать, сменить что-то. То есть какой-то страх нечеловеческий. Ну, верующий. Родился, значит умру. Все вспоминается, как один получал награду какую-то там, ритор в Греции-то. У него два сына было, оба на фронте. И когда ему лавровый венок присудили, только в начале подали надевать надо. И говорят, сын твой погиб. Он сразу венок снял. Какой? Да твой любимый, старший. Он сразу венок снял. А я и знал, что он смертный. Надел и все. Я знал. Ну, надо смотреть, кажется, философски на это дело. Любить мудро от фила. И вот сегодня спрашивают, где больше всего проявляется. Там, где держится за что-то. Талант не позволяет мне там быть. А случайно его приспособили каким-то быть секретарем. И теперь он вокруг все пожирает, чтобы никого не допустить. Вот собаки, коровы, они все набьются за первенство. Как на лук выйдут, весной выгонят коров-то. В прошлом году была она стерлась корове. Память недолго эта. Как говорит, бабья память. И дальше корова будается между собой. Первенство. Обязательно первенство будет. И у собак так же везде. Первая к кормушке подходит. И за кормушки. Ни за чего больше. Она такая же боязливая, все. Но тут она, не, рог длиннее бывает, там, или еще. Копыта сильнее. Везде у лошадей. Кто не знает, когда вот кобыла гуляется, ну, в охоте, называется, чичкует, и когда жеребец ищет, как это, других соперников отгоняет, он вот так голову изгибает, неимоверно. И вот делается на дракона похожий. Я не знаю, кто видел это или нет. Надо просто видеть. Он даже на жеребца не похожий делает. Такой у него изгиб делает. Вот как женщина, и надо там зад показать, она и коленку отставит, все стоит это. Вот это так же, чтобы каждая кобыла видела он. И он страхом наводит. Даже желанчик, и тот крыло, и растопорщик повыше. И вот это все сегодня... Меня интересует церковь, и государственные дела. Миссионерские отделы придумали. Они за должность прямо зубами держатся. И вот я сегодня как раз немножко поговорю. Это самая там измена. Друзья были, все... Ничего не было между нами. Там мгновенно делается врагом, до самой тайной жизни подыскивается. Каким-то образом связан с этим. И как правило, связано все это второженство у них. Там это на блуде построено. Тут какой-то был... Ну, пацаненок там совсем, я не знаю, ему там 17 лет было или не было. Даже называть его не хочу. Здесь, в Барнауле. Мы встретились здесь в Армандо у брата Никиты. И он озверелый. Какой-то звереныш какой кидается. Ну, что, отошел от него, вижу, что нельзя. А поедят и чашки за собой никогда не помоют. Кто-то... То есть, ну, не приспособлены. Поехал в Москву. Какой-то съезд у них был. Успел женить, миссионершу нашел. И тут же развелся и приехал. То есть, самое хорошее надо брать везде. Меня ругают, что я положительно отношусь к мусульманским одеяниям. А это мусульман взяли 4 жены, а вот у вас 44. Берут самую ненужную, нижнюю часть, возьми верхнюю. Трусость и обман. Ну, а трусливый говорить не надо. Как только где-то при людях с ними встретишься, он никто. Он начинает сразу хамить, а его люди осаживают. Уже не мне приходится. Да какой же ты, миссионер? Ты рядом и не был. Миссия, это значит, ты должен видеть все. Слышать веяние Духа Божия. А это ничего нет. Грубость. И всегда сумрачные такие. Все почти такие. Хотя есть, видимо, где-то есть, но мне мало встречалось таких. Вот сегодня как раз вышел человек на меня и рассказывает про то же самое, что говорю я. Но о самом миссионерском отделе работает. А наблюдения одни и те же. Они сыном гиены делают людей, обходя море и суши. Если Дворкин для них образец, и с ним хорошее отношение с человеком, перессорившим всю Россию. С человеком с двойным гражданством. Шизопренник. Наркоман бывший. Да кто же ему доверил? С людьми 20 лет отравляет русский народ. А он у них в иконке висит. Ну, этот еще, неужели вам не говорят? Ну, позаботьтесь о своей душе. И все что-то заканчивать. Теологические факультеты где-то. И все на иностранной литературе. Как-то все встроено, надо выстроить. Рассуждения одни. Конфессия, динаминации. Нет этих слов. Есть ересь. Это разрушители православия. Пенсионерский отдел это главные враги, сенсорские. Главные враги православия. Добивают его до конца. Они даже не понимают этого. Нормально разговаривали были, гляжу. Приняли его туда. Прямо из маленького какого-то. Ну, маленький щенок был. Неизвестно кто еще. Гляжу, уже такой волчара выпер. Любого священника хватает. Не понимает чуть что-то. Это он архиерея кидается. Лишь бы другой епархии был. Здесь он перед всем. Он рта не раскроет нигде. Вот оно где. Надо увидеть это. А это клеймо от императора, оставленное памятью. Я не бываю в контактах других ресурсов. И оттуда мне вопросы перекидывают на наш форум. Я очень прошу, сами заходите на наш форум. Я покажу где. Покажи где. Сами. Потому что сейчас только сообщили. Там столько пришло вопросов за последний месяц, наверное, в контакте. А модераторы и администраторы сильно заняты, другими делами занимаются. Только сообщают. Там много, невозможно же разобрать. Я говорю, вы мне дайте эти вопросы. Я там не бываю. Хотя у меня там открыты страницы. Не по одной даже бывают. Ну, как-то было так. Ну, сами заходите. Нет ответов. Перекиньте эти вопросы на наш форум. И я уже отвечу. Ну, и объявление даю. Чтобы наши ролики помогли обиходить. Краткое содержание дать. Посчитайте, что тут написано. Мы стали помогать. Уже три человека в этом поработали. Ну, это мизерно. Вчера я узнал, сколько у нас роликов. 4150 роликов на нашем видеоканале. Система не работает. И вдруг в одном месте выкинул на кого-то. Я-то удивился. Скорее записал. Вот, смотрите, о чем речь идет. Делать свое дело ответственно, без ошибок, без пропусков. Ну, и потом у нас там на нашем сайте, вот на моей книге, видео там что-то. Плохо считается. Они не на компьютерах работают-то. А когда мы делали, и кто делал там, ну, эти, как называют их, программисты-то. Это не, не, таких аппаратов-то еще и не было, чтобы сидеть везде и вставлять в дороги. Вот в это перевести надо. И на меня скидете, пока нету. И у нас занятия идут, посчитайте где. Вы заранее выходите на Сергея Пупкова, в среду-пятницу, то есть вот завтра будет, вчера было. Ну и дальше. Юрий Соболев. Вот это Юрий Соболев, его эти миссионеры, так называемые-то, а он, ну, преподаватель, не скрывает Красноярского университета мирского, академии. И работает еще и бесплатно в епархии курсы ведет. Так они его сажать готовы. Он с утра рано хвалит, это хуже всего, это его, то есть на него жаловаться. Они его возненавидели, как меня. Я вообще, я по их ненависти определяю, по накалу ненависти ко мне, что то, что я делаю, это угодно Богу. То есть они увеличивают ценность того. Иначе зачем бы они так бесновались-то над моим материалом? Не теми словами я сказал. Да вы слова-то знаете какие? Прелюбодеи можно сказать? Ну да. Так дружба с миром есть, вражда против Бога, это все духовная проституция. Ой, какое слово сказали. Ну, я говорю, путана, проститутка, древняя профессия, можно сказать? Можно. А на букву В нельзя назвать. Почему? Когда это литературное слово. Надо научиться мыслить категориями священного писания. Если написано, что женщина, которая там ведет себя неподобно, она сядет перед шатром, говорит, и откроет колчан, и стрела туда влетит. О чем речь-то идет? Ну, другие слова только. А на букву В нельзя назвать. Почему нельзя назвать? Нашелся человек смелый, высказал однажды, его сразу сбросили с миссионерского начальства везде, может быть, на пользу, он понял или не понял это. Было однажды в одном государстве, говорит, в одном столетии. Вот он пишет. Юрий Соболев, мир вам, Игнатий Тихонович. Хочу спросить, пересмотрели ли вы свое молитвенное правило? Перенесли меня в раздел молитвы за врагов. Причем поминать вам следует, я так понял, именно с меня, как с самого злейшего врага вашего. То есть уже рогатый где-то там, ниже меня по списку будет. Я ничего не понял утром. Что случилось? Пошел кормить собак и все размышлял. Какой злейший враг? Хорошее отношение. Неужели еще один у меня враг появился? Еще не знаю, пришел и пишу, я пишу. Не совсем понял, то есть ничего не понял, о чем тут речь? Или вам кто-то что-то скинул без меня от моего имени друг мой? Я подумал, что на него зашли, делают так, у меня мусульманин зашел какой-то, сломал все. И оттуда начал экстремистскую литературу рассылать. А меня заблокировало, пожаловались там где-то администрация. Да я знать не знаю это. Ну и стали говорить, и я вывел его, ну сказал о нем знакомой мусульманке. С Амери Тагеевой из Баку, Азербайджан. Умнейшая женщина, целомудренная. Она здесь есть где-то. Это высшего сорта христианка была бы. Да она христианка и есть по душе. Как Дмитрий Смирнов говорит, они ближе ко Христу мусульмане, чем наши прихожане. Я отвечаю так. Ну и она его как взялась, да ты на кого напал? Да ты что, он мигом там по-своему не разговаривает. Мигом положил ключ, мой никуда не делал, даже в пароль и ушел. Вот интересно. Это моя характеристика из последней статьи томского миссионера. Первое мое сообщение вам, Агнатий Тихонович, написано в ироничном ключе. Я не понял даже, о ком, чего, томский, где, я пришел и говорю. Игла, вы действительно самый последний по имени в списке территориальном. Начиная с рядом стоящих. То есть когда мы молимся с рядом стоящим, мы молимся, поминаем своих дальше. Потом, после, на Америку, Грецию, Германию, Францию и далее уже до Красноярска. А он в Красноярске живет. То есть о ком мы молимся? Порядок. И у меня отдельно, я молюсь за пьяниц, отдельно за отступник, отдельно за путешествующих, за болящих, за помогающих администрацию. Мы каждый день молимся, мы за изобретателя телефона Мартина Купера, он живой еще, за изобретателя интернета Тим Бернерс Али Тимофей, кто составил поисковик библейский Тимофей Ха. Мы каждый день молимся, благодарим Бога за такие таланты, которые Бог открыл людям, которыми мы пользуемся. Уголь засыпаю в печку, и всегда, Господи, благослови шахтеров. Они там гибнут, а мы тут углем пользуемся. Какие мы ответственны перед ними? Дальше. И говорю. Далее, с далекого запада и после всех, ваше имя звучит в заключении. Потом уже о болящих, о пьяницах. Серахов. Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа. То есть приготовь себя, проверь, о чем ты молишься и как. Считай большое. И желаю увидеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радость. Вспоминаю тебя в молитве, конечно. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Вот так. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. От прародителей с чистой совестью. Ну, это Павел говорит. Ну, Павел так говорит, и все. Я должен сказать, Господи, а у меня не так. Сколько было за ковык там, и прости меня. Но о молитве не пристанно вспоминаю тебе. Это я Юрию пишу о молитвах день и ночь. Это я ему еще раз сказал. Благодарю Бога, которому служу от прародителей. Благодарю Бога моего. Всегда вспоминаю я о тебе в молитвах моих. Да. А что эти благодетели наши о вас сказали, скопируйте. Тут подновлю память, и о них усили молитву. Я в том, что они пишут эти семинарии, семинария там Томска, я не считал. Ну, вижу, гороет пакость, у меня времени нет. У него ничего, он сблевал и сам это слежит, придет время-то. А может просто испытывает меня, да благословит его Бог. Я даже не знаю, что они пишут-то. И мне другие говорят, там на вас написало такое-то. Да тут напревать да и забыть-то. Вперед надо идти, время кончается. Юрий отвечает. Благодарю за молитвы. Сейчас телефоны, не могу скопировать, если что, вечером. А так, все в этой самой статье. Статья какая-то там была от кого-то, Томской епархии, от миссионеров. Ну, может самый лучший, может, миссионер, я еще могу сказать. Ну, сказал не так, я не такой, как есть. И заканчивается у нас общая молитва. И затем на 100 поклонов всегда с молитвы к святым женам и девам, чтобы они помогли исправиться непокоривым женам и девам. И идет их перечисление. Потом уже воздымаем обе руки к нему и говорим. Да взойдет молитва моя к Тебе, Боже, и воздеяние рук наших, как жертва вечерняя и благоухание приятное. Да. Господи, соединим нашу молитву с молитвами всех святых, Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услышь и исполни молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный и любящий Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, просим мы исполнить нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Вот о чем мы молимся. Я еще раз говорю, а где эта молитва? Ну нигде, просто Господь нам дал эту молитву. А как дал? Люди не понимают, о чем говоришь. Ну как, мы же молимся и верим, что Дух Святой есть. И Дух Святой побуждает нас. И вот такая у нас молитва. А потом поднимаем руки, благодарим, вот я говорю, а потом стоим и слушаем, говори Господи. И вдруг на меня выходит опять знакомый священник. Священник Петр Михалев. Игнатий Тихонович, вот вы цитируете преподобного Серафима. Мне, Богом и Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, Церкви Божьи и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. В конец цитаты. То есть получается, что во времена преподобного Серафима епископы еще не отступили от чистоты православия. А с чего он взял, что не отступили? Интересный вывод какой. Даже никогда бы я сколько знаю, цитирую, и никогда бы не подумал. От полной, полной отступления-то речь идет о полном. Дальше. Итак, в чем сейчас отступление от чистоты православия по сравнению со временами преподобного Серафима? По сравнению. Вот понимаете, говорит вам священник-то, ну вопрос задает даже неправильно, я отвечаю на это. Ну нельзя, вот этот пьяница лежит, а вот этот начинает чуть-чуть подниматься. Вот кто из них пьянее? Ну кто знает, может быть организм слабее. Ну что сравнивать-то? Лежат две грязные свиньи, ну какая грязнее из них? Ну не с этим надо сравнивать-то. А надо сравнивать с тем, что есть от рождения. Нам нигде не заповедано Духом Святым сравнивать свое состояние или даже состояние всей церкви или государства с бывшими до этого где-то в народе или в церкви. Это я отвечаю, это мои слова, Игла, Игнатий Лапкин. Ничего тут особенного нет, Игла, Лапкин, Игнатий Лапкин. Из-за этого у него имени нет, он забыл имя в крещении. Я поясняю, как это появилось. Когда мы картошку перевозить, а картошку-то не один я привожу, по деревне собирали, я брал большую татру, привозили, и мешки надо надписывать. Ну как написать И, а с именом тут Игоря везем. Я написал, Игла, это коротко, меньше краски тратить. А потом стал смотреть и увидел слово Игла, один раз только в Библии встречается, а потом уже стал идти. Слова мудрых, как Иглы, как битые гвозди. Подойдет. А Лапкин, Паук Лапкин и сцепляется, бывает в царских палатах. Тоже один раз в Библии встречается, и я в этом увидел, ну как, значение некое таинственное. Что через проповедь, через вот эти ресурсы, я достигаю царских палат. Более моих книг, видели, стоят в библиотеке у Путина, президента страны. Сравнивать нужно и повелено Духом Святым только и единственно со Святой Библией. То есть со Словом Божиим, то есть со Священным Писанием, ибо только по нему будет суд страшный и неподкупный. Только по нему, вот чем надо сравнивать. И этот стих из Святой Библии нужно всем, без всякого исключения, рабу и царю, мирянину и патриарху и папе выручить обязательно наизусть. И повторять на каждой молитве и на выходе и на входе, за обедом и при рождении. Сейчас стих внизу я дам. При бракосочетании, при мире и при войне, при смерти, при выносе из дома и на кладбище. Вот один стих есть, который надо повторять и повторять каждый день. Это тот самый стих, который пронзил мою сущность в 1962 году, 27 сентября, когда я прочитал его впервые, обратившись к Богу и получив рождение свыше, и перемену мысли и сердца. Вот он стих. Иван Георгий Тайна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот с чем надо сравниться в Святой Библии, во Святой Библии. А не принимающий меня, ну, Христос говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди. Так это одно и то же. Любишь меня, подтверди, что соблюдаешь. Так и здесь. Если не принимаешь слово, ты отвергаешь самого Христа. Христа без записи. А что Христос? Обыкновенный человек, руки, ноги. Он именно в слове. Ему имя, слово, Бог. Как Лев Толстой пытался сказать, а слово, вот это логос греческое, оно имеет значение еще и нравственность. А вот еще имеет слово это значение разум. А миссионер отвечает, а какой разум? Разум человека, который верит в Бога, и Камщедала, который китовина обжирается до Блевотина. Раз в году. Дальше. Во время наземной жизни Серафима Саровского духовное положение дел было весьма плачевное. Что видно с жалоб архиереев, священников, что отображено в житиях святых по Дмитрию Ростовскому. Вот ответ я. А вы говорите, а вы там поносите. Зачем говорить и поносить? Когда я беру, то показываю, где считаете жития святых. Вы мне назовите сейчас, выйдите в эфир и скажите, кто? Просчитал жития святых все 12 томов от корки до корки. Найдутся такие. Но почему дальше-то не идете? Я когда насчитывал на пленку, насчитал на пленку и распространил на разные катушки. 270, 375 метров, 525 метров катушки. Их пришлось составлять в каталоге. И мне практически, ну слушая, 10 раз пришлось пройти эти 12. То есть это практически 120 томов пришлось прослушать. Но мы на разном уровне стоим-то. Составил симфонию и книгу, а он святых не признает. Ну понимаете, я еще могу-то рассказать-то. Что я отношусь к ним с благоговением, это доказательство. Какие сопроводительные документы составлял на каждый размер пленок. Меня никто не убеждал, не говорил, что Серафим был прав. Просто мое сердце утонуло в слезах о том, и мой дух был весьма печален. Понятно. Я поехал, когда обратился, поехал домой, работал на корабле, а там навигационные дни даются. Вот работаешь, выходных-то нет, ты на корабле эти дни подсчитываешь. И отпуск, там бывает месяц с лишним, больше месяца, полтора-два, набирается где-то. Навигационные дни, это на корабле. Я поехал, первым делом в семинарию в Академию Московскую заехал, в Загорске, тогда не Сергия в посад называлась. Я пришел в ужас. Студенты ничего не знают. Я говорю, а почему это так? Да вы что с Библией-то это? Вы же сектант, баптист. Ну как, я перекрестился? Ну это все, можно рукой махать. Они неверующие. Неверующие. Но тогда миссионерских отделов не было, как-то полегче было. Сейчас миссионерские отделы, это все затвердело. Это самое злобное туда их выталкивает сатана. Как будто бы специально сатана сделал эти отделы, чтобы разрушить православие. Сенсорские отделы. Идите, несите любовь людям. И что интересно вот у них, это связано с двоеженством, повторяю. Первая, вторая, третья жена. То есть с блудом. Это блудливое общество. И они пытаются учить Лапкин лжемиссионер, лжепроповедник. Ну, вы на этом успокойтесь. Успокой-то вам нету. Дальше. Вот с чем нужно сравнивать положение дел и постоянно вникать в эти два уровня. Наше и Божие откровения. Первое, Тимофеич 3.16. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступай. И себя спасешь, и слушаешь тебя. В себя и в учениях Божьих с Библией сравнивать. И вот так постоянно. Ты тут видишь, как спастись, а не миссионерский отдел. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Дальше. Внушайся, и братьям будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Последовал. Учение, которое составил Павел ему. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Это я ответ даю. Ответ вот такой. Ну что, Смирнов Дмитрий даст ответ такой? Или ваши известные там миссионеры? Да зачем это им нужно-то? Им главное чаще прищищаться, чаще исповедоваться. Исповедоваться и прищищаться. То есть в ад затолкать неготовых, чтобы люди были больные и умирали. То есть извращение полное, стопроцентное. Всякий, приступающий в учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовым имеет и Отца, и Сына. Учение, пребывать, как ты можешь пребывать, когда его нету? Когда Библию спрятали от народа, тысячу лет на Руси ее нету. Не было. На синодального перевода. По всему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе и Иисусе с вечной славой. Все вещи это спасение и через Слово Божие. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. В учении, которого научен, никуда не отклоняйся. И сегодня, если от этого, какие миссионерские отделы-то? Там собрались люди, которые Писание-то толком не знают. Что интересно, применяют это Писание? Ну, совершенно, видишь, не туда. Редко-редко, которые применят Писание куда-то. То есть, они лишены рассудка, благословения Господни. Вот они проповедовать Слово будут, но только смотреть, что угодно. Чего изволить тес, буква С, ставилась через тире. И здесь, чтобы на архиереи где-то восстали, пока ни одного случая не знаю. Ни одного. Ни одного. А почему? Жизнешка жалкая, трясутся. Блудливая, жалкая жизнешка. Посему, посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех. Я вам все сказал, вы не поняли, кинулись на меня, ну, стали побивать, как Стефана камнями, ну что ж. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Я вам об этом говорю. Скажите архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Принял? Я тебе дал? Вот исполни его, как? Проповедуй. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Ну, более хитрое, чем православие, нигде нет. Какие там вещи должны быть, что-то поставлено, обязательно мощи там отрезать, маленько руку. То есть, даже слов не найдешь. И какие слова теперь сказал ты им? Вы что там еще? Итак, слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Они же в это не верят, что это слово будет их судить. Слово будет их судить вот это, которое сказал Господь, которое отображено в Священном Писании, в Святой Библии. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Ну, как слова мои, когда им себя надо показать? Прищищать, прищищать скорее! Умоляю вас, братья, остерегайтесь, производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Которому научились, не учению, которое затвердело сейчас, и чему вас научили. Лебезить. Самое лицемерное это вот здесь, в этих миссионерских отделах. Языки, кажется, проглотили. Ну, видите, безумцы в священниках, в вашей же епархии, что попало делают. Пьяные давят людей. Гомики. Богом проклятое семя. Ну, выступите, как Андрей Курай-то выступил, сказал. Да. Так. Держащиеся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении противящихся обличать. Противящийся? А кто противящийся? Противящийся, может быть, митрополит, твой патриарх. Ну и что? Дальше нет. А вы что писали? Всем патриархам писал, обличительные письма, в ООН. Везде писал. Ни одного архиерея не было, чтобы мне не сказал я это. И как вы будете отвечать? Вы видите, в Потеряевке за столом сидим архиерей. Я говорю, говорю прямо то, что, понятно, от страха разжимается священник. Это как вы могли ему такое сказать архиерею? Когда правильно, правильно, ну, нельзя, он уберет меня сразу. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вот она, анафема, кому. Другого не надо, сравните со святой Библией. По ней живите. Как прежде мы сказали, так и теперь я еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Все, это я ответил священнику Михайлову Петру. Дальше. Кто допущен? Видите, вопросы, это я скрываю имена. Невозможно. То есть они зверелы из этих миссионерских отделов. Если они находят имена, и они умеют там лазить где-то, и сразу епархию жалуются, чтобы закрыли, убрали его. То есть зверинист какой-то. Какая жалость, закрытый вход на ваш сайт, где книги ваши и ответы на вопросы. Дочь в городе живет, и там не открывается. Хорошо, хоть успела скачать новый завет с толкованиями. Какого июля будет крещение, приеду. Что надо с тобой взять из одежды для крещения? Что-то белое надо сшить, да? Дальше. Проверил, все открывается на нашем сайте в Освете Библии. Крещение в этом году будет 10 июля, в воскресенье. Приехать нужно раньше, хотя бы на два дня. Будет собеседование, потом экзамен. Сшить белый халат, длинный подол почти до земли, на 10 сантиметров короче от земли. Маршрутка уже есть у вас на вопрос? Нужно бы вам связаться с Владимиром Васильевичем. Он может поедать сюда и захватить вас. Дальше. Надежда Тишли. Здравствуйте, Игнат Тихонович. У нас в Новороссийске проходят митинги против строения храма и церковной школы на Малой Земле. Малая Земля – это памятник Великой Отечественной войны. Рядом же жукская коса. Там люди купаются. Это берег бухты нашей. В церкви люди подписывают соглашение на застроительство. Но людей, кто против, гораздо больше. Как вы думаете, нужно ли строить храм в этом месте? Видите, вот вопрос такие задают. Когда я вел занятия в разных университетах, школах, милиции. Это начало еще было там, 90-е годы. То стоит ли строить, помогать? Не стоит и не надо. Пока общины нет, ничего не надо. Они храмы строят. Храм, храм, храм. Об этом пророк говорит, Иеремия. Это все разрушено будет. Я отвечаю, не надо. А почему? Ну, я ответил один вопрос. Соглашение на строительство. Люди против. Людей сейчас, ну, детской площадки негде поставить. Кому храмы-то пустые? 200 храмов, и теперь бьются деньги, там ищут, собирают. Не надо строить, не надо. Ежедневно собирались по домам. Собирать это некому. Большие дома в своих квартирах, собирайтесь рядом, храм там, причаститься раз в месяц, можно сказать, или в год. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, создрел очередной светофильтр. Вышли сообщения ниже, дабы не занимать много времени в событиях дня. Буду их делать краткими и емкими. Обозначить буду их так, три плюса. Интересно, вот эта, о которой Надежда ее звать, Тишли, нашли, как начали ее гвоздать, миссионеры эти, заливать буквально мир. Они говорят, что такое-то на меня так. Ну, раз теперь уже ее обнаружили, и она сумела дать им отпор. И на Юрия точно так же. Соболев, Юрий, Красноярский университет. Они везде, чтобы выгнали. Так, Андрея Кураева из МГУ выгнать. Они не могут быть по-другому. Это один и тот же злобный дух преисподней наполняет их. И вот Юрий их не боится и говорит. То есть, это значит специально для видеообзора. Лишных сообщений вопросов иных людей в видеообзоре. И так всегда. Как я понял, предостаточно. Посему я не буду ими отнимать общее видео время. Ну, а также не давать повод, ищущим повод. Второй Коринфянам 11-12. Вынюхивающим и выискивающим везде и всюду неблагодарным предателям и карьеристам. Молитвенно пребываю с вами храним. Вот вам ответ. Они на него кинулись. Он как ответил им. Там вот тот один такой. Он сразу попятился, потому что против него они оказались слабее. Его надо сделать врагом. Тут интересно. Приходят, чтобы попортить наш ресурс. И приходят и денег. Деньги-то сегодня в Барнабуле такие 45 тысяч. Только если телефон дадите, еще 45 тысяч дадим. Вот как охотник. Ни перед чем не стоят. Самое подлое, гнусное, предательское, злобное, свирепое. Все это в миссионерские отделы сегодня стеклось. Миром Игнат Тихонович, даже самый поверхностный анализ религиозных событий, происходящих в современном мире, особенно помноженный на градус политической напряженности, делает все более актуальными и пророческими слова Андре Мальро, сказанные им в 20-м столетии. В кавычке открывается, 21-й век будет религиозным или его не будет. Вот так. И в христианстве, и в исламе, и в буддизме мы наблюдаем тенденцию возвращения к истокам, к чистоте и простоте веры, к священному писанию, сквозь многотонные багажи исторических преданий. Казалось бы, так было всегда. Казалось бы, но нет. В нынешний век коммуникации и скорости обмена информацией картина совсем иная. Это Юрий пишет Соболев. Один пример. Общий уровень образования сегодняшних священников все же выше, нежели у их старших братьев эпохи советской поры. И во многом это благодаря сектантам 80-х, 90-х и тысячных годов, вынудивших священнослужителей оторваться от преданий и начать целенаправленно читать и исследовать священное писание, дабы разговаривать с ними на равных. Понятно? Как вы не сектанты, то так. В одном месте старобрядцы есть, и батюшка всегда платочки надевайте, а то у нас тут старобрядцы рядом. Что тут такие вы? Старобрядцев не было, можно без платков молиться тогда, в брюках. А набирающая популярность в буддизме Херовада, ортодоксальная школа, а противостояние традиционного российского ислама, суфизма, салафизму. И на примере христианства мы должны признать, увы, еретики пока многократно ведут с счетом, а на дворе только начал 21 века. Что это? Случайное совпадение исторической логикой по Гигелю? Знаете, какие вопросы задает? Теперь я показываю. Вот это означает вопрос, это сейчас имя его скрывает человека, потому что они его заедят сразу. Он мне пишет сегодня. Вы давно были интересны мне как личность. Мы обменялись с вами парой коротких сообщений, и на этом с моей стороны возникла пауза. Сегодня просматривал ролики с вашим участием, и именно они побудили меня написать вам. Конечно. Ваши книги у меня есть, три тома стоят на полке, а четвертый отдал заинтересовавшемуся священнику. Он не из тех, кто торопится уйти на пироге. Трещину. Он не молодой человек, и взялся за глубокое изучение. У меня в силу епархиальной и житейской занятости на подобное исследование времени нет. То есть какая у него и епархиальная, и житейская занятость. То есть человек при епархии. По причине невозможности вести предметный разговор, я и замолчал. Однако сегодня я просматривал видео, был потрясен. Хочу извиниться за наших пытливых никоньян и их поведение. Вот по никоньян. Они даже не знают. Никоньян, и то, что сейчас мы и православные, это все никоньянское. А старообрядцы-то содержат, как князь Владимир принял. Раскол-то никон произвел, а не раскольники кого называют. Перевернули, все. И их поведение, знаете ли, мы с чем-то с вами похожи. Когда я вступаю в споры, я от волнения начинаю горячиться, и со стороны это выглядит так, как будто я потерял дух христианской мирности. Вот, смотри, какое исследование дает. Собеседники перестают слышать содержание сказанного и указывают на форму передачи информации. Кочетковцы, в кавычках, те вообще не раз пытались выставить меня сумасшедшим. А зачастую, зная мой характер, специально старались вести меня в состояние разгоряченности. Думаю, вам эта тактика оппонентов хорошо известна. Теперь я стал умнее, и при общении с ними всегда говорю из состояния внутреннего покоя. Не имея возможности досаждать, они ретируются, и убегая, вопят, он сумасшедший, не слушайте его. Понятно. Он нашел, что что-то общее у нас есть. Что я сумасшедший, сегодня имел в виду, увидел, и с чем хочу поделиться. Может быть, у представителей РПЦ и есть обоснованные претензии к содержанию вашего богословия. Но вести себя, как ведем себя мы по-христиански, просто недопустимо. Смотрю ролик об лечении Игнатия Лапкина. Два мужчины из позиции собственной непогрешимости, потому что, как им кажется, познали догматическую истину. РПЦ долбарит честного человека, пытаясь ввести его в состояние беспокойства. Ему это понятно, а им это непонятно. Дальше. Чтобы на фоне собственного волнения все, что бы он не сказал, выглядело безумием. Совершенно омерзительно. Потом появился Антон Дулевич. Уже этот молодой человек нехорошо известен. Понятно. Вот он вышел, он говорил, Антон Дулевич, и что я ни разу не встречал. Он первый раз на меня вышел, я его увижу. Это полностью сумасшедший человек. И он в миссионерском отделе, видимо, связанном. Ничего не знаю о пределах. Оказалось, все так есть. И думаю, обязательно он где-то разведенный или что-то. Сегодня все подтвердилось. Бог показывает, они все одинаковые. Там отбор идет. Мне один сказал, это я слышал, а вы знаете, как в архиереи ставят, говорит, сейчас отбор делается, если он не гомик, его просто не пропускают. А раньше проезжали, как, чемодан денег. Вот такая организация. Зарисовка. Жалуется мне священник, который служит при больнице. Залетает оголтелая толпа юных православных миссионеров, увлеченных не душами людей, а самодовольством своего миссионерства. Вот и правильно. Увлеченных самодовольством своего миссионерства. Дальше. Уговаривает всю больницу причаститься к святых христовых тайн. Звонит мне и сообщает, что завтра я должен причастить 200 с лишним человек. То есть первый раз, еще не заходили, они уже цифра намечена, сколько храмов построить. Ну какая же это вера-то? Но я называл это патриархийное кодло. А нет, такого слова нет. Ну шайка. Ну банда назовите. Так нет, патриарх второй сказал, каких бандитов мы принимали в церковь. Патриарх Алексей Второй. Дальше. Никакой подготовки, ни элементарного понимания в завтрашних причастниках нет. Причастники кто? У них никакого понимания не о чем. Но 200 надо причастить. Любыми путями раскрыть рот, зафиксировать и толкнуть туда причастие. Это уже бесовщина самая настоящая, которую видел Макарий Александрийский. Жития святых. Это 19 января по старому стилю. Вместо людей ходят по храму черти и толкают в рот уголь. Эфиопы черные. Я, говорит, еле оправился от их нашествия. К слову, главу молодежного отдела Иерея Дмитрия Шишкина из Адулевича сняли. Все дело в том, что Дюлевич связался с сектой Сысоевцев, в кавычках, которые именуются Божья Воля. Ну, теперь понятно как. Что сделать? Как только сказали сверху, так, с этим покончить, Антео, это, Сарионов. Мгновенно его нигде нету. Все убрали. Убрали, как будто никогда его не было, нигде не видно, не слышно, ничего не было. То есть пришло время кабанчика резать. Все. Руководить сектой Дмитрия Антео и занимаются не тем, что нападают на выставки и так далее. Антон Дюлевич из этой банды. Увидев его самодовольное лицо при очередном наезде на Игнатия Тихоновича, я решил вам написать. Сейчас Дюлевич уехал в Тулу, чтобы замялся скандал, бывший в епархии. Вот какая причина-то? На него завели в Воронеже уголовное дело и он слинял подальше. Да, жену он бросил, помешало ему миссионерить, женился на другой. Он просто завидует по причине вашей популярности. Понятно, я знаю, зависть. Зависть – это грех, который трудно признать. Иосифа продали из зависти. Стефана-то знает, а они не знали братья. Пилат знает, Христа предали зависть, а ни фарисея никто не знал. А чему завидовать? Ну, сами решите, чему завидовать, а то скажете, возвышаете себя. Вы не такие, да и никогда не будете таким. Надо отвергнуть от себя первый шаг. Взять крест, страдания, испытания, тюрьмы, лагеря, все, что угодно было-то и следовать за ним, точно по Писанию. Вы ни один шаг не делали. Но давайте о другом. Для меня, пять-семь лет назад, старое обрядчество стало настоящим открытием. Божьим промыслом Господь в патриархии возвел святейшего Пимена. И вопрос немного сдвинулся с места. В 1971 году все книги, богослужебные бехоты, даже двоеперстия, признаны равночестными. Кстати сказать, при нем были напечатаны лучшие книги «Златоуст», «Добротолюбие», «Игнатия Брянчанинов», «Дьяченко». Но, увы, не стало Пимена, и луч света в Никоньянском царстве закатился. Взят курс на либерализм. Сверху требуют, чтобы храмы круглосуточно, как вокзал, были открыты туристам и зевакам. Вся власть старух за малейшее замечание сгонять. Ходи хоть баба в штана, хоть без штанов и так далее. И чем дальше, тем хуже и хуже. Я работаю в епархии на одном этаже, теперь с двумя владыками. Честные священники есть, но их отправляют подальше в деревню. Доверие мирян к священноначалью тает на глаза. В епархии 300 священников, а миряне ходят и спрашивают друг друга, а неизвестен ли им в кавычках «хороший бабчик». Ничего себе дожились. Представьте себя. Можно написать целый обличительный трактат и ответить священноначалью будет нечем. К чему говорю ваши обличительные слова в отношении РПЦ справедливые? Вот и весь ответ. А они на это нападают, что вот я сказал. Ну потому что шкурники и прихлебатели. Сами священники Церковь Христову больше не именуют Церковью. Они между собой называют ее Система. А я не знаю этого, что они именуют священники. Всегда говорят, это Система. В этой Системе. В коммунистической партии обязаны поддерживать курс партии. В Системе Патриархийной все, что сказали. Бога-то нет, Евангелия нету, душа забытая, заброшенная, проданная, может быть, дьяволу давно. Если католики гниют, то РПЦ гниет теми же темпами. Могу засвидетельствовать, что работаю в миссионерском отделе 5-й год. Бьюсь почти безрезультатно за оглашение перед крещением. ВОЗ и ныне там священники не хотят этим заниматься. Отписки, отмазы и пыль в глаза взяли моду, фотографируют все и вся. Дали бабушке пачку просроченного печенья, фото, праздник в храме, фото, поехали, приехали, уехали, фото, Бог с ним лишь бы пользу приносило. Фото это неплохо, но им нужно дать отчет, показать, что мы работаем. Хочу вам сказать, ваше миссионерство живое, и нам надо уважать и ваш возраст, и ваши труды, и поучиться у вас. Можете попросить, поспорить, но с желанием услышать друг друга. Пожалуйста, я приглашаю, приходите, заходите, мы никому не отказываем, но у них-то этого нет, у них желание-то одно, показать, что он стоит на месте, и он обязательно, он даже не знает это, оглядывается как, ладно, на мне это удобно, архиерея трогать он не тронет никогда, хотя знает его как самого последнего негодяя, даже такие есть, о которых Андрей Кураев пишет. А тут на мне за никто не заступится, а показать, он такой патриот, а если особенно которые со мной знались, и были хорошие отзывы, то ему, а его там где-то задели, он теперь выпендривается, как-то из кожи до гузна выворачивается, любыми путями доказать, он патриот, Игнатия он долбит, и на мне многие звезды получили военные, многие выбились священники, которые меня поносили, так что, милости говорится, просим, только с хорошим делом, а если вы выйдете, то поганая должность ваша будет. Думаю, вы не идеальны, но на фоне того, что происходит, вы луч света в темном царстве. С чем сравнивать-то? С ними сравнивать? Прошу ваших святых молитв, говорю вам, Христос посреди нас, помогай вам Господь в ваших нелегких трудах. Дальше, с уважением, неизвестно, за ту позицию, что я занимаю, меня не любят, но за честность держат и иногда делает вид, что считается. Надеюсь, Господь благовословит наши дальнейшие отношения. К слову, книги Александра Мини удалось сослать безвозвратную ссылку в одну из деревень, где их случайно намочил дождь. Роман, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Не могли бы вы разобрать вот этот масонский мультфильм какой-то? В интернете на него уже есть разбор. Но было бы очень интересно от вас услышать разбор во свете Библии. Спасибо. Ну, представьте, я мультфильмы буду смотреть. Я вообще не признаю. Я только один фильм мульт признаю. Это «Принц Египта». Про того, как Моисей там был. Хорошо он составлен, и все. Вот так. Но я когда говорил, что надо помочь нам на ролике составить. Вот один. Составляет. Раз, пукало. Видите, какая минута, какая секунда, о чем речь там шла. Ну, и сейчас мы посмотрим, что у нас тут поступило. За это наш во свете Библии сайт. Посмотрите, какой. Тут проповедью, больше тысячи проповедей. Вот это вот ответы. 55 папок. Вот для Слова Божия не отсутствует книга. Песня о православии. Это есть тут. Все. Абсолютно окрещение. Я 40 лет ее собирал, материал на нее. Здесь все наши книги найдете. Ну, и дальше, что поступило за прошедший день и более ранний период. Елена Гурьянова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте нужно креститься? Сейчас младенцев крестят, но почему-то мне хочется, чтобы сын вырос и сам сознательно пошел на крещение. Как должен происходить обряд крещения детей? Обязательно крестный отец и мать. Как их выбрать для ребенка? Вас первый раз сегодня посмотрел на ютубе. Бог привел, может? Ну, вот я отвечаю, что в православных детское крещение есть. Но тут правильно, я сошлюсь уже на Дмитрия Смирнова и на Осипова. Крестил, крестил, говорю, 20 лет крестил, обернулся, никого нет. Эти наркоманы стали, а эти, ну, понятно кто, на букву Б. И все. Если истина верующая, крестить надо. А если никого нету, зачем? Не восприемники, все это обман. Восприемники, это так, фишка. Никого нету. Все обман. Ну, мысль ваша хорошая. Пойдите там к местному священнику, помолитесь, чтобы он правильно поступил. У нас Йошкар Оле. Она называла фамилию, пропала женщина. У, все, завтра на нее зальют. Строит глава республики очень много церквей, но туда ходить не хочется. Я бы хотела покрестить сына в маленькой церкви, по-простому, чтобы не было народу в спокойной обстановке. Меня, помню, крестили в 90-х от обряда крещения. В памяти осталась шумиха, толпа людей и страх какой-то. Вот и не хочу, чтобы у моего сына такое же воспоминание о церкви осталось. Вот они, смотрите, ни грамм не помогли. Там священники есть. Хорошего священника на 300 не могут ни одного найти. Но я думаю, они ошиблись. На 300 как раз один должен быть. Уже статистика показывает. На 300. Моченых, только один что-то знает. То есть, это уже не брак, это катастрофа. Словом сказать, так патриарх как раз и сказал, когда проехал до Дальнего Востока и говорит, состояние духовное разваленное. Запомните, духовное разваленное. И они на них эти пляшут в урдалаке. Миссионерские отделы, сенсорские. Вот она. Вот я вам ответил так, Елена, пропала ты. Ну, молись, чтобы как-то полегче было. Никита Мельченко. Игнатий Тихонович, спаси Христос вас. Захожу часто на ваш канал в «Освете Библии». Много интересного там нашел для себя. Благодаря вашим проповедям стал интересоваться Библией. Впервые Ветхий Завет слушал по вашим аудио начиткам. Моя начитка. Эти миссионеры. Ваша начитка есть? Нет. Мы разные. Там 12 томов моим голосом начитано на сайте. Златоуста. 12 томов Дмитрий Рассовского. 5 томов. Ну, 50 книг. И они нападают, потому что я в православии. Я всем задаю вопрос. Почему в царское время не гнали, работали евреи и синагоги открыты, мечети мусульмане открыты, пагоды у буддистов и гнали только старобрядцев природных. Природных. Убивали буквально, загоняли, отнимали. Почему? Потому что они внутри были. Вот мое состояние. Я внутри церкви показываю, как выйти из этой беды. Я для них злейший враг, не для них, для сатаны. Они-то будут рыдать и плакать за каждый день. Возможность пообщаться. Почему? Мне это Бог открыл. Он избрал меня на это. Я должен идти и говорить. И дальше о чем? Дмитрий Чеону. Вот наш, как выглядит форум. Посмотрите. Вот наш форум. И вот здесь вот осветкнете, вот новое сообщение. И сразу на первую, ну, последнюю страницу. А вот здесь вот видно или не видно общий поиск. Вот это выскочит, что вам надо, и на ННН, там что угодно. Дальше. Пишет Дмитрий Чернушин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Дайте, пожалуйста, цитаты из Библии, которые можно приводить как аргумент по поводу греховности абортов. Убийство. Что там говорить? Это автоправило Василия Великого второе. На 10 лет опущается. Александра Кузнецова. Интересно. Вот где это написано. Почему мусульман нигде это не написано? Смертная казнь. И все кончилось. За перестройку только убили 120 миллионов. Какая война 120 миллионов понесла? Да никакой Гитлер этого не сделал. И все это с разрешения правительства. Александра Кузнецова. Мир вам. Скажите, в молитве этой, если не кладут поклонов в храмах, это грех? Молитву к Пресвятой Богородице и прочее. К священнику обратите. Еще такие вопросы ко мне задаете. Николай Настя. Здравствуйте. Я верю, что вы пророк, который должен прийти перед Акапаппо-Апокалипсисом. Ну, я им отвечаю, что пророк. Один говорит, прозорливый, а тот сейчас говорит, да, прожорливый. В 62-м году чернушный. Это я ответы даю. Греховность абортов. Вот греховность абортов. Вот они места писания. Посмотрите, следующее что? Александра Кузнецова. Мир. Скажите, про поклоны. Это грех или нет? Вот отвечаю. Есть устав, что во время литургии восприятия только причащихся поклон. Елена Трегубова. Очень тронуло меня ваше видео 52-го года. 52-го года пути со Христом. Когда вы приехали в Латвию, я ведь тоже первое слово исповедования произнесла в евангельской общине. Я сегодня вот что вспомнил. Господь дает причастие. Ну и дьявол дает в виде пьянства. И вот люди в основном кучкуются там, пьют. Меня тянуло в те компании раньше и питало душу теми общениями. Потом просто была в таких компаниях, но не пила ничего, ни грамма. Даже шампанское, которое мне раньше нравилось. Потом постепенно стали такие общества неприятные. Но чем они притягивают? Почему туда хотелось? Знак вопроса. Почему? Вот вопрос. Ну ладно, что тут ответ не есть? В таких компаниях грех обладает силой притяжения ответа. Вот и этот ответ. Александр Солодовник. Добрый день. Я из Украины, город Сумы. Хочу с вами познакомиться. Я очень много времени посещал разные конфессии. Но в последнее время благодаря моему другу Слава Иисусу Христу! Который является истинным православным, я не как большинство людей, которые называют себя православными, я начал интересоваться православной верой. Дальше. Николай Воронин. Извините меня за бестактность, но мне бы хотелось поговорить с вами о царской семье. Ну ладно, это уже было. Посмотрите, вот где вы-то, прочитайте. У меня времени нет на это. И дальше кому отвечают? Про Нему же. Нему же. Вот ответ где рядом. Поставьте, места Писания. Библия святая отвечает. Люди пришли не ко мне. Они хотят знать ответ Божий. Надо знать Писание. А вот у вас такая память, вот то другое. Но это Бог делает, дает и память, и все. Ну вы занимайтесь, трудитесь. Тут был Юресов Амбросий. Вы знаете, архимандрит города Иваново. И как-то мы поехали в одно место, он тут прищищать поехал. Ну и договорились. Есть путь ваше? Я говорю, эта хозяйка помет в бочке, размешает, опустится, опять мешает. Он говорит, с поведой одних и тех же. И ни с места не сбегается. Нет рождения свыше. Повтор грехов. Одни и те же грехи. И он когда услышал, как я беседую с людьми, это не беде надо издавать. А у нас схоластика одна была в Академии. В Академии. Я дня не учился. Академии все нужны для того, чтобы оправдать любое безумие в церкви. Они для чего больше не нужны. Семинарии, Академии, миссионерские отделы нужны только для того, чтобы сатана заблокировал, не дал выйти оттуда. Блокировка идет. Гуру. Гуру это учитель. Главный гуру это Христос. Это меня, а не так. Вот. И дальше. Что еще у нас тут? Это о чем? Так, это который посещал конференции, интересуется православная вера. Ну, дальше вот посмотрите, если можно. Вот места писания я показываю. Просто покажите, какой ответ даю. Фотографируйте. Еще. Маша Лясковская. Добрый день. Что вы знаете об Исихии? Видимо, Исихазм имеется в виду. Исихазм, наверное. Так вот. Дальше что? Все при мне. Ответ. Ответ. Все при мне. Вот оно где. Исихазм. Вот оно. Пожалуйста. Каждый день три святоя и сто поклонов не менее семи раз, не считая утренней, вечерней молитвы. А раз и пенсионер, то у меня и до 18 раз в день приходится становиться на молитву. Я прочитал про Моисея, он 50 раз становился на молитву. Ну, что там за молитва, непонятно. Может быть, просто три поклона. 50 раз это невозможно. Елена Трегубова пишет. Сегодня стоял на службе и поймала себя на мысли. Трудно очень подняться к человеку. Ведь люди помнят жизнь каждого. Его человек и причащается, а ведь памяти в раз и промелькнет, какая была. Помнят все, и кто поверит тебе теперь, как Евангелие считается жизнью. Да. Ну, грудь закрою, волосы прикрою, и оно уже легче будет. Дмитрий Лаучкин, воистину, воискрес Христос, Игнат Тихоныч, приветствую вас от всей души. Игнат Тихоныч, что такое дело? Я недавно познакомился на Мормонском собрании с одним человеком. Его зовут Александр Солодович. Ну, дальше прочитайте, что он пишет. Вот где. Он вам на друзьях. Ну, дальше прочитайте, читать не надо даже. Вот посмотрите, замазните и прочитайте. Следующее. Александр Кузнецова, скажите, могут ли служители храма служить в нем без бороды? Меня это смущает. Недопустимо, как я считаю. А сделать замечание будет неэтично. А их храм запускать не надо даже. Вот ответ один. Это то, что он нашел с ладони, который вам писал. Протестант. Сообщите данные, вставляйте, Игнатий 10 по скайпу звоните. Обеседовать. Ну, вот и все. Звонить в Москве с трудности. Ну, ладно, смотрите. Вот посмотрите где-то. Дальше я отвечаю. Вот он где ответ. Смотрите. Вопросов очень много. Дальше. Татьяна Коломазова. Ох, какая. Смотри. И лошадка. И лошадь красивая. И гуруя какая. Ну, вообще. В житии мученицы Ирины написано, что ее тело не оказалось в пещере. Она была взята на небо, так же, как Еноха, Еноха, Ильи... Нет, конечно, нет. Это язычник там придумали. Нет, конечно. Дальше. Ответ. Она была взята, кроме Ильи и Еноха, другим не обещано сие. Да, это обман. Там про Серафима. Воскреснет он. Другие верят, там Олег Маленко, там еретик такой православный. Еретик. Суровый еретик. То, что Иоанн Богослов. Из церкови Иоанна Богослова. То есть, ну, любую мерзость православия можно найти. И он придет, воскреснет, и что-то будет там. Книги хорошие выпускает. Толя пишет. Ребята, вы не правы. Герман Стерлигов труженик и созидатель. И семья его вся труженик и созидатель. Ну ладно, я сказал. Он разрушитель. Библию не признает. Церковь православная, Московская, ересь, старобрядцы, ересь, зарубежные, везде ересь. Он одного, кого-то где-то знает, и все. Ну, обманщик. Александра Гордеева. Мир. Мой ребенок ходит на восточные тренировки по УШУ. Вчера был экзамен, и там было упражнение поклон Будде. Меня это стревожило. Как на быть? Я в растерянности. Ну ладно, вот она тут ходит. Я с ним не ходить. Ответ. Вот вы как Гафолия и ответите перед Богом, что ребенка своего отдали в научение слугам сатаны. Ну, кто не знает Гафолия? Умер сын. Сын умер. Ну, там убитый. А ей хотело было воцариться. А внуча-то была. Она их всех перерезала, вот как эта женщина голову в ребенку отрезала сейчас. И все, и сама воцарилась Гафолия. Ну, и ей будет та же участь. Бабка сажала своих детей. Сейчас каждая женщина, делающая аборт Гафолия. Юрий. Добрый день. Таких, друзья, не принимаю. Вот так наклоненно должна быть. Голова поднята, видно, чтобы было глаза. В темных очках, вот в моем мире, я покажу, вот мой мир, вот это. Я не принимаю даже. Вот так должно быть. Вот они, видите, вот женщина, вот она какая. Она была, просто рисунок какой-то. Я сказал, она выставила платок, видите, как надела. Ну, все нормально. Это кто книги получил и выписал, я их поставил сюда, фотографии. Вот как. И дальше, кто такой? Добрый день. Может ли Господь изменить ко мне свое отношение? Очень много грехов. Вот. За Бога, Юрий, не отвечаю. Молитесь, Господь покажет. Бог отмечает. Вы и в свое отношение. Отношение Божие, оно по слову Божие. И в ответ. Это про Стырлигов, что он друженик и созидатель. Вот почитайте, какой он друженик. Кто бежал, заколотил, ну, это раньше было, заколотил и бежал в Карабах. Окна там, убийц готовили, говорит. Александр Гордеев, я Боже, я хочу все исправить это. Чем занят ребенка, 9 лет мальчика, чем-то спортивным. Очень скриплю об этом. Он очень активный и подвижный. Ну, дальше, Артем Труновичус. Здравствуйте, Игнатий. Вы скопировали один комментарий из сайта РПЦМП. Вот, он скопировал. О вас. Тяготение к баптистам, совет посещать их службы, откровение, что он посещал их служение сотни раз. Забыл, Лапкин, что по канонам церкви, кто помолится с еретиком, хотя бы в своем дому, а не то, что в их храмах, тот сам становится еретиком. Но ведь в Библии это не сказано, скажет на это Игнатий Тихонович. Я возражу ему, но ведь и про проповедник Игнатия Тихоновича Лапкина из Барнаула в Библии тоже ничего не сказано. Значит, его не надо слушать. Насколько я заметил, вы достаточно критичны к протестантам. Что бы вы сказали в адрес этих упреков? Вы что говорите, уже сто раз отвечал на это. Просто смотрите другое. Что значит молиться, соглашаться с ересью. И вы там не были, не были. Я ходил, сколько баптистов пришло и стали православными батюшками в московской патриархии. Лучшие священники каких знают. Но это как-то соприкоснулся с миссионерским отделом. Обязательно это. Первый раз уже, видите, какая уверенная у него позиция как стоит. Все, он готов в атаку. Ответ. Как занять мальчика 9 лет? Ага. Ответ к нам в лагерь Стану. Вот это тоже второй ответ. Посмотрите. Артем Труновичус. Вы часто общаетесь с баптистами знакопроса и посещаете ли вы их собрания? Я помню, в видеороликах вы упоминали их, но я не имею ввиду критику. Ну да. Иван Безмельчук, Геннадий Тихонович, а как я могу получить трехтомник Нового Завета? Я из Украины. Сколько это будет стоить? Ну все, уже получил. Это было так давно, лет 42 назад, про посещение баптистов. Да. То есть я не хожу туда и не бываю. Это цена книг Безмельчук. Ну дальше об книгах можно просчитать, посмотреть. Снова ко мне обратиться. Антонина. Как молиться, если был в дурдоме и грозят вообще лишить дееспособности как думаете? Ну или какие молитвы? Там же не разрешат молиться открыто. Понятно, на что вещь идет. Ответ. Матфей 6. Омолясь не говорите лишнего, как язычник, ибо они думают, что многословия все будут послышаны. Диана. И слово какое. Диана. Что значит Диана? Здравствуйте, Игнат Тихонович. Простите за беспокойство. Я долго молчал и все же решилась обратиться к вам за советом. Я не так давно покрестилась, но очень стараюсь переначивать свою жизнь. Начала изучать Слово Божие. Ну дальше прочитайте, о чем она говорит. Видно, что хорошие слова пишет, я просто не успеваю. Вот дошла, потеряю, в кого она сейчас хотела, сильно симпатизирует. Ну вот ответ. Тоже ответ просчитайте. Еще что? Диана отвечает, хорошо, спасибо вам большое. Улыбочка. Я напишу вам свою биографию в моем мире. Улыбочка. Владимир Худяков. Добрый день, Игнатий. У меня к вам вопрос. Как вы относитесь к бывшему предпринимателю Герману Стерлигову? Опять тоже. Ну, отвечу, уже у меня написано. Зайдите на наш форум, вот где мы находимся, это форум наш, и зарядите Стерлигов, поисковик, и все будет ясно. Елена Трегубова, такая же фотография развернута в другую сторону. Да. Доброго времени суток. Так люблю слушать и осмысливать беседы ваши. Просто и открыто, очень близко мне. Сегодня вспомнила и стыдно стало. Ну ладно, что прочитаете тут? А еще посчитаю. Дальше. Так. Как к Стерлигу относитесь? Ответ на форум. Да, дальше. А Елене Трегубовой этот ответ. Вот видите, сколько ответов, сколько у меня времени это отнимает. Александр Плужников. Тут много читать это все. Да нет, по-моему, о чем речь? Не совсем согласен с Лапкиным, но в некоторых вещах он прав. Ну ладно, прочитайте тут это. Я не выбираю, как есть, так и есть. Это мне забрасывается из контактов везде. На меня как бы выходили, тогда бы проще было. Андрей Играчев. В наше время не найдешь здравомысленного человека, с кем можно толково поговорить про Бога. Такие, как вы, Игнатья, от Господа даны. Не оставляет Христос нас, и вы всегда называете Владимир Игнатьевич. Хотелось бы вас спросить, как вы думаете, пророк Даниил пишет, что в конце времен должно прийти князь Михаил, стоящий сыном Израилевых. Пришел ли он? Видите, о чем речь? Князь Михаил, это, конечно, не Горбачев думали, Горбачев. Это Архангел Михаил. Об этом подробно и Златоус объясняет, почему и как. Да, дальше. Ответ. Пришел. Это было при выходе из Вавилона, князь Михаил. Вот надо знать, о чем. Иоанна Трегубова, как верно, Боже, как я благодарю Бога, что вы вникаете и отвечаете мне. У меня еще к вам вопрос. Если Бог даст мысль, помогите. Я уже с сентября на пенсии. что-то, прочитайте, работает в школе. Андрей Грачев, Игнатьев, простите, но правильно я понимаю, но пророк Даниил видел эти видения, то, что будет в последние времена. И продолжение этих видений явилось Иоанну в Откровении. Первое восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий из суда. Архангел, Архангел. Я ответил. И дальше, что он говорит об этом. Ответ. Это Елене Трегубов ответ какой-то. Ну, его там на работе выгоняет. Вот отвечает. Смотрите как. Вот какой ответ. И дальше, что говорит Господь. Какая помощь. Подавать в суд или не надо. Это как, о чем. Андрей Грачев, это про Михаила Архангела и все такое. Вот так, еще посмотрим. Михаил Тронин. Миром Игнать Тихонович. Простите меня задержать. Прошу молитвы мне. Завтра начинаются экзамены Г и А. Ну, понятно. Ответ. Михаил Тронин. Ответ ему. Вот посмотрите. Идите, смотрите, затормозите. В роликах. Здравствуйте. Ищу портного, который бы пошел в халат. Не приехал даже. Не приехал. Дарья Евсеева. Здравствуйте, Игнать Тихонович. 28 мая, 1,8,15 июня. Сдаю ЕГЭ. Прошу молитву за любовь. Дарья Юрь. Ответ. Дальше. Андрей Горощов, простите, но вы знакомы с житиями такие святые, как Феодосий Левицкий, Анакентий Балтий, Балтский. Мало кому известных. Но почему-то многие священства их не принимают, но иные подражают. Ну, что вы могли сказать, если знаете про них? Не знаю, и ничего не могу сказать. Много читала о том, как нужно себя вести и что делать, чтобы выйти из депрессии, умения. Вот я дальше отвечаю. Прочитайте, какой у нее вопрос. И дальше ответ. Я просто показываю, что посмотрите сами, тормозите. Это считать очень долго. Кому не надо, просчитают. Вот ответ. Вопрос опять. В последнее время набрали вес неязыческие секты, говорящие некому наследию славяно-арийских предков. Славяно-арийских сведов. Тут понятно, куда гонят. А святых вы даже не слышали. А Феодосии, Левицкого. Вот так. Теперь немножко еще отвечу. Вот он мне ответ. Один ответ, вот посмотрите, какой. Это неязыческий сект. Все. Вот второй ответ. Это я отвечаю. Как выйти из депрессии? Так. Следующий ответ. При чтении псалтыри возникают неправильные мысли. Игучите, пятый том. Все понятно. Кто это такая? Та Мила. Какие качества характера присущи хорошей жене? И с какими недостатками характера настоящей христианской женой не стать? О, хороший вопрос. Вот ответ, видимо, да? Семья, внутренние отношения, да, ссылка на форум. Елена Трегубова. Последние 8 лет было с Богом преподавания у меня. Я закончил курсы, что она была, преподавала, и как. Вот посмотрите, в чем она пишет. Крупно, тут уже более много. А там мне модераторы подкидывают. Еще следующее о ком. Прошу, помолитесь обо мне, Александр Ломакин. Я немного заболел. Немного. Ну ладно, дальше. Оля Ермашкевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли в Белоруссии православные поселения? Вот дальше. Не знаю, мы в таком будем все лето на Алтае. Это наше место. Никита Лекин, здравствуйте, Игнатий в Библии от Луки и Деяния. Написано, что единственный спаситель это Иисус Христос. Но в молитах Богородицы молим. Я отвечал, это тоже уже. Отвечал, отвечал, и там найдете. Спасибо, много спасителей Бог посылал. Ответ, все на этом. Еще раз покажу наш Ютуб, вот он где, наш канал. На нем 4150, теперь 160 уже роликов. И вы легко найдете. Знаете, куда-то вставлять, поисковик и прочее-то. Но я не делаю такие оброские названия, а места из Писания беру, которые подходящие к этому. Вот. Если вот здесь вот вы толкнете, главное, вот главное, то выйдете вот здесь рядом. Житие святых у нас выставляется на каждый день. Это я начинал в 80-х годах. Слушайте, ауди, житие святых. Вот, если я люблю, я знаю, или житие святых. Тут как раз все это и есть. Ну и самое главное, все в совокупности, это на нашем сайте во свете Библии. Так что заходите прямо, конкретно на наш форум. Вот он где. И так, где она? Ну вот он наш форум, то я его как раз и покажу. Вот он куда. Регистрируйтесь и пишите. Православный форум Игнатия Латкина. По-русски заведите в Яндекс, там, в Гугл. Во славу Божию. Никита, благодарю. Во все Христос. Слава Иисусу Христу. Все в окошечку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.